Орешек, знание твердое Но все же мы не привыкли отступать Нам расколоть его поможет киножурнал Хочу все знать! Этот памятник называется Разорванное кольцо Он стоит на берегу Ладожского озера, недалеко от Ленинграда В военном 41-м году город выглядел совсем иначе Войс снарядов над Невой Раздается в тьме ночной Бомбы рвутся на мосту Ленинградцы на посту Эти стихи написал в то суровое время Десятилетний мальчик Леня Шувалов Ленинградские дети узнали новые слова Блокада, бомбоубежище, паек, голод Около Исаакиевского собора встали зенитки К линии фронта можно было доехать на трамвай В городе не хватало хлеба, остановился транспорт Наступила зима И только одна дорога связывала город с большой землей Ее проложили по льду Ладжского озера Этот тяжелый ледовый путь назвали Дорогой жизни Дорогой жизни спасала ленинградцев от голодной смерти И наши войска героически защищали ее Стойко держались на всех рубежах Один из таких рубежей Крепость на островке при входе Невы в Ладжское озеро Шлиссельбург Ключ-город Так назвал эту крепость Петр Первый Артиллерия крепости сковала фашистские войска На левом фланге Ленинградского фронта Враг обрушил на крепость 50 тысяч снарядов и мин Отважный гарнизон выдержал 2000 огневых налетов Выстоил 498 долгих дней обороны И здесь у Шлиссельбурга в начале 43-го года Советская армия прорвала блокаду Мы всегда будем помнить о дороге жизни и ее героях-водителях О всех тех, кто не дал врагу сомкнуть кольцо вокруг Ленинграда И стоит зенитка, защищавшая дорогу жизни Рядом с памятником разорванное кольцо А на памятнике слова Дорогой жизни шел к нам хлеб Дорогой дружбы многих к многим Еще не знают на земле Страшней и радостней дороги Ну вот, ребята Перед вами прошла на экране Одна из героических страниц войны А теперь продолжим наш журнал Я хочу вас кое с кем познакомить Узнаете? Это ваша старая знакомая Два долгих года проводит она в тихой заводе Рядом с рыбами и головастиками И только на третий год вылезает на сушу Смотрите внимательно Сейчас на ваших глазах произойдет превращение Субтитры создавал DimaTorzok Теперь узнали? Еще нет? Ну вот, смотрите Насекомое обретает крылья Сушит их на солнце И превращается, да-да, в знакомую вам стрекозу Цвистать всех наверх Мы выходим в море А выходим мы в море За конфетами Да-да, секрет любимых нами сладостей Спрятан в соленой морской воде В этих водорослях, носящих причудливое название филофора Морскую траву под водой скашивают И поднимают на палубу Теперь из нее надо извлечь то самое вещество Которое делает конфеты вкусными Для этого водоросли вываривают Раствор очищают И в конце концов получают тонкие прозрачные пластинки Агар-агар На кондитерской фабрике агар-агар растворяют Добавляют в него сладкий фруктовый сироп И получают знакомый нам мармелад Плотный, упругий, нежный, вкусный Именно и эти качества и придал ему агар-агар А теперь под шоколадный душ И в обертку Без агар-агара не было бы ни лимонных долек Ни воздушного зефира Рассказ последний О камнях-самоцветах Вы, конечно, помните сказку О хозяйке Медной горы и ее сокровищах Раньше Василий Васильевич Коноваленко Как и другие художники Пользовался красками Но увидев однажды камни-самоцветы Он, как и сказочный Данила Мастер Навсегда заболел Каменной болезнью Он решил оживить камень Делать из него фигурки Художник отложил краски Ведь у каждого самоцвета свой цвет Рубаха у дедушки и платок у бабушки из пурпурина Лица у них из агата Моток ниток из золота Юбка у бабушки из нефрита Подобрать камень Использовать особенности каждого Выточить их Отшлифовать Дело непростое Около года кропотливого труда Уходит на одну маленькую фигурку Тонкая Ювелирная работа Конечно, знают дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знание И за это вам ручается Журнал «Хочу все знать» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова